Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Ежегодные убытки Победилова порядка 100 миллионов рублей. Контрольно-счетная палата Кировской области провела проверку деятельности Кировского аэропорта. Выяснилось, что в течение трех последних лет в областной бюджет не поступали дивиденды по акциям Победилова. Более того, положительный финансовый результат компании обеспечивается лишь за счет бюджетных вливаний, а деятельность является убыточной. С 2019 по 2021 годы из регионального бюджета аэропорт получил почти полмиллиарда рублей. При этом ежегодные убытки в этот период составляли от 86 до 132 миллионов рублей. Областному правительству ведомство порекомендовало оценить целесообразность сложившейся финансово-экономической модели деятельности Победилова и пересмотреть размер финансирования из бюджета. Экономика. 29 госслужащих в Кировской области скрыли свои доходы. Прокуратура провела проверку деклараций за 2021 год сотрудников региональных управлений службы судебных приставов и УФСИН по Кировской области. В результате 29 сотрудников были привлечены к ответственности. Они предоставили неверные сведения о доходах своих и супругов. Размер неуказанных сумм составлял от 12 до 722 тысяч рублей. Также была скрыта информация о наличии недвижимости. Сейчас нарушения законодательства устранены, но сотрудников их допустивших привлекут к ответственности. В эфире экономика. 32% кировчан могут позволить себе взять жилье в ипотеку. Рейтинг российских регионов по доступности покупки жилья в ипотеку опубликовали РИА Новости. Кировская область в нем на 40 месте из 85 с цифрой 32,3%. Это только на полпроцентных пункта ниже, чем в среднем по России. Кроме того, Кировская область оказалась в числе 44 регионов, где доступность покупки жилья в ипотеку выросла. Лидер рейтинга – Ямало-Ненецкий автономный округ. Там позволить себе обслуживание ипотечного кредита могут почти 77% жителей. Также в лидерах Магаданская и Ленинградской области. В аутсайдерах – Республики Северного Кавказа. Там взять жилье в ипотеку могут менее 10% жителей. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 58,79 рубля, евро 56,17. Мария Кожевникова, Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика». Программа «Экономика».